Люкс ФМ представляет Я на рынке продавал джинсы Серьезно? Новый стартап для дурного Ты бы сколько за него дала? Я пару раз Привет золотые мои, привет мои бриллиантовые Меня зовут Василиса и я главный эксперт по звездному стилю Почему эксперт? Потому что я сама так решила Сегодня мы приехали ревизировать лук главного ревизора страны А не кого-то там, Николая Тищенко Которого мы можем каждую неделю наблюдать на новом канале Коля, мужчина модный, видный, 326 тысяч подписчиков в инстаграм Народа, это вам не шуточки, не мужчина, а мечта Ну что ж, пойдемте посмотрим, почем лук у модного ресторатора Николай Тищенко, киевский ресторатор, меценат, телеведущий, спортсмен, президент И владелец группы компаний сети ресторанов «Наша карта», основанной в 2007 году Мастер спорта Украины подзюдонь 2008 года является президентом ассоциации пляжного волейбола Киева А в 2017 году стал ведущим программы «Ревизор» на новом канале Здесь ресторан Николая Тищенко, а где сам Коля, я, честно говоря, пока не знаю Боже мой, кто это? Случайно не меня ждете? Всем здрасьте, привет, как дела? Здрасьте, вы Николай? Я? Точно? Похож? А так если посмотреть? Нет, вот эта вот надпись, она говорит о том, что вы Николай А если так? А почему в маске? Что происходит? Всем здрасьте, всем привет, еще раз привет Приветик Узнают Надо по-европейски целаться Три раза Три раза По-европейски еще можно по-французски Франция же Европа, все нормально По-французски? Не реально Это не на камеру Узнают, часто берут автографы? Да, часто берут автографы, узнают Просят сделать Поэтому теперь хожу в маске Нет? Ну, не так А как? Не по-идиотски, а просто С прищуром С прищуром Вот так, смотри Это был кастинг сейчас в Ревизор на новом канале Ты теперь главный законодатель вообще трендов Изобретатель нового бренда Вот он у тебя уже написан МЧМ Дэм А ты об этом? Да МЧМ Дэм в Будапеште Ребят, да Расскажи историю, как вообще ты придумал это все И почему? Или ты не знал просто, как он называется? Нет, иногда мне очень скучно бывает Мне хочется вот как-то взбаламутить вот это все Я представляю себе какой-то муравейник, когда я вставляю туда палку и начинаю вот так То есть ты это сделал специально? Умышленно, скажем так Умышленно, да? Умышленно А Алексей Дурник потом на этом нажился Это кто? Человек, который прославил тебя Прославил меня Вот этот бренд я имею в виду Я думаю, что молодежь должна понимать, что есть новые герои, новые лидеры мнений И я как человек, создающий вот такие вот настроения, мне это нравится Где можно купить эту футболку? Пока у Дурнива У Дурнива, да? Сколько она стоит? Да я даю ему заработать, потому что парень бедный, ему надо как-то стартовать Это же новый стартап Ты такой добрый Стартап Новый стартап для Дурнива Слушай, ну а сколько стоит такая футболка? Ой, даже не знаю А сколько бы вы дали за нее? Да я не знаю Ты бы сколько бы за нее дала? Я пару раз Пару раз, ну понятно Шучу Не, ну серьезно, не знаешь сколько стоит? Ну я думаю гривен на 500, может 800 Да нет, ну я думаю долларов сто Долларов сто? Конечно, это же дорогое удовольствие Ну действительно Дорогое удовольствие Сколько стоит счастье? Слушай Слушай Обладание Никто не знает А это счастье Это радость Коля, скажи, где ты чаще одеваешься? В Украине или все-таки в Европе? Я скажу только тогда, когда ты померяешь мою маску Господи, ну что за человек? Зачем я красилась? Зачем все вот это вот? Похоже на меня Одно лицо, смотрите Так значительно лучше, да? Все, давайте я не буду У тебя такие длинные ресницы А то Я наела Сказывай, где ты одеваешься? Ты знаешь Ну В последнее время Я вообще к вещам стал относиться равнодушно Главное, чтобы было удобно Ну Здесь, в Украине или в Европе все-таки? Нет, все-таки в Европе, наверное В Украине дорого Да, в Европе дешевле, да? В Украине дорого одеваться У нас очень модные, дорогие дизайнеры Мне не по карману их Бренды, тренды А сколько ты можешь денег за раз так спустить на шопинг? Ну если сам, если без жены Жену это понятно неограниченное количество Ну смотря что, какие вещи мне нужны Если мы говорим, например Там О брюках О футболках Это может быть там 5-6 долларов Ну вот так, чтоб ты зашел за рация Если мы говорим о часах, например Тогда это может быть и 50 И 30 И 20 тысяч долларов А что это за часы? Адемар Адемар, сколько стоит? Всего лишь там 35 тысяч долларов Ну нахер Всего лишь? Кроссовки То есть я как бы недорого одеваюсь И одеваюсь 35 тысяч долларов Недорого, ребята Я называю это одеваюсь бедно Среднестатистический бедный украинец Одеваюсь бедно А кофточка? Что это за кофточка? Давай посмотрим бренд А это divided Это тоже МЧМ Дем, кстати Подразделение Как ты сказала? Дивайдет называется Нет, как ты сказала? МЧМ Дем, конечно Только так Никак иначе Ну это где-то долларов 50, наверное Наверное А штанишки? Ну я дал за них где-то, может быть, 300 долларов 300 долларов Какой-то дизайн такой модный И ты в них в спортзал ходишь? Почему в спортзал? Я просто так хожу Просто ходишь Кроссовки Что это за кроссовки? Это изики Обычные изики Тоже где-то, да, косарь баксиков? Косарь, да Слушай, а вообще смотришь на ценники, когда идешь на шопы? Я смотрю на качество в основном Ну и на ценник тоже посматриваю Потому что, ты же знаешь, сейчас кризис А на какую бы сумму ты уже не потратил? На кроссовки, например Вот максимальная Самая На которой бы ты сказал Нет, ребят, не могу С обувью у меня проблема Я же начинал свой Стартап, скажем так Как сегодня модно говорить С обувного бизнеса И поэтому к этому У меня лежит просто все И даже душа То есть вообще на улице Очень люблю обувь Нет, нет, обувь я люблю То есть видишь, как у меня там все наоборот То есть у тебя вообще нет стопов в обуви? По поводу обуви стопов нет То есть и за 2000 долларов, и за 3, и за 5, и за 10 Офигеть Если будет 10, куплю за 10 Но пока у меня есть только 1000 А вот была какая-то вещь, на которую ты зажал прям денег? На часы я зажимаю обычно Зажимаешь, да И потом жалеешь? Жалею Сколько это было? У меня только 4 или 5 пар часов просто на случай жизни Там белые под белый стиль Желтое золото, это если у меня желтый ремень И 2 пары спортивных часов Все, не больше И пару каких-то трендовых Эпеловских каких-то часов 1000 долларов, купил бы часы, если бы они тебе реально понравились? Если бы у меня была такая возможность купить за 100 Часы, то купил бы, часы бы купил, а вот вещи нет Что за кепочка на тебе? О, это одного Райзен, да? Да, Райзен Это самый лучший аэрменщик в мире Это его кепочка, он мне лично ее подарил Крутяк, то есть она бесценна практически Да, она бесценна И тут такая булавочка Да, да Это ты от сглаза носишь? Это от дураков От дураков Я иногда верю в такие вот приметы Было у тебя такое, что ты вот на рынке стоял и джинсики мерил? Было такое, что я на рынке продавал джинсы Серьезно? Когда это было? В студенческие годы В студенческие годы Это был один из моих бизнесов Где? Здесь? В Киеве или? Я ездил в Черновцы Со своим другом Купил джинсы и продавал их на рынке Да То есть ты закупал и вез продавать? Закупал, да Это была большая какая-то партия Мне казалось 15 там пар Хорошо зарабатывали тогда? Пирамиды назывались Пирамиды Пирамиды? Ну ладно А много зарабатывали тогда? Да Да Это был выгодный бизнес Потому что купить было очень сложно Но так я был парень спортивной наружности И я смог приехать в Черновцы Это приграничный город И там чуть ли не горячие пирожки продавались А мне досталось этих 15 или 20 пар все-таки Я смог их купить Вот А потом продавали Но это было сложно В то время очень сложно Особенно продавать Это было позорно Позорно? Слушай а ты считаешь позорно одеваться на секонд-хендах Вот В таких магазинах Мог бы вообще себя пересилить или не пересилить? Позорно не одеваться Голеньким ходить Да А Вот Мне бы хотелось поделиться с вами советами как в будние дни, так и в праздновании Нового года. Первый вариант. Красный актуальный цвет в этом сезоне. В этом образе скромность и элегантность. Немаловажная деталь это баско, которая подчеркивает и выделяет талию. Роскошные бедра. Как в будни, так и в праздничные дни вы выглядите днем элегантно. Я уверена, что эта модель достойное место найдет в вашем гардеробе. Теперь мы оставили два самых сногсшибательных варианта, которые предлагает дизайнер Андре Тан. Если вы не боитесь провокации и готовы быть смелой, этот шикарный лук из коллекции Ательер мы предлагаем для вас. Я считаю в этих деталях и дерзость, и индивидуальность ваша отображается. И это очень хорошая замена, альтернатива платье. Самое-самое это платье, платье королевы. Оно достаточно откровенно смотрится, то весь мир в ваших ног. Эта модель есть еще в черном свете. С наступающим Новым Годом, девчонки, оставайтесь такими же красивыми, стильными и приходите к нам. Мы вам в этом поможем. Ну а кто может лучше оценить лук модного киевского ресторатора, как не официанты? Ну что ж, пойдемте узнаем их мнение. Михаил, очень приятно, Василиса. Класс, Михаил. Очень удобно знакомиться. Класс, класс. Михаил, я думаю, вам знаком этот человек. Естественно. Может, ближе пододвинуть, чтобы вы рассмотрели. Это Николай. Николай. Николаевич. Михаил. Тищенко. Михаил, скажите, вот как вы вообще внешний вид оцените Николая Николаевича? Вам нравится такой стиль? У Николая Николаевича ультрасовременный стиль всегда, каждый день, причем утром и вечером он бывает разный совершенно. Он вот с собой переодевашку? Он нам не признался. Он, да, наверное, гер. Наверное. Как думаете, что самое дорогое из вещей сейчас на Коле? Самое дорогое из вещей на Коле, это бренд Коля Тищенко. Хорошо, а что бы вы поменяли? Ничего не хочу менять. Наоборот, можно Николай Николаевичу какую-то новую профессию освоить, кроме всех своих надбаней Кивин Майя на данный момент. Кем? Вот кем можно работать в таком виде? Ряд читать можно. Рэп читать? Конечно. Тут сразу ничего делать не надо. Так, Валерий, знаешь этого человека? Нет. Нет? Нет. Не знаешь? Нет, не знаю. Ты не знаешь, серьезно? Это Николай Тищин. Слышал, но не видел просто на фотографии. Ну вот если он придет к вам в заведение, знаешь, что у вас начинаются реальные проблемы? Буду знать на будущее. Как тебе вот, как он выглядит, одежда тебе нравится, как он одет? Прикольно. А какая самая вот дешевая? Футболка. Футболка, да? Сколько она стоит, как думаешь? От 800 до полторы, где-то так, плюс-минус. А в целом, сколько, думаешь, тянет его лук? Денег? 5-7 тысяч. Ты знаешь, что на нем сейчас миллион гривен надет? Буду знать. Артем, скажите, вам знаком этот человек? Конечно, знаком. Кто это? Это лучший босс. Я тоже про своего так говорю. Приятный парень. Николай Тищенко, как вы оцените, нравится вам? Да, человек. Вы бы так одевались? Мэн, мэн, да. Мэн? Как назовем его стиль? Супермен. Супермен. Да. Супермен МЧМ Дэм. Куда можно в таком виде пойти? В ресторан Коэн, может быть, в ресторан Фаренгейт? Куда? Может быть, вообще не знаю, на бал цветов. Это повседневная одежда, я считаю. Ну вот куда бы вы так пошли? Прогулка по городу, ботанический сад. Ботанический сад. На работу так вам можно приходить? Нам так можно, конечно, безусловно. Рома, знаешь этого человека? Да. Кто это? Николай Тищенко. Тебе нравится, как он выглядит сейчас? Не совсем. А что тебя смущает? Ну, в его возрасте не слишком так сильно уже одеваться. Коля! Ты думаешь, что это перебор, да, для него? Да. А что бы ты поменял в его образе? Немножко кардиган, это убрал бы с него, и штаны надо поменять. Хорошая шуточка, братан. Если бы ты мог его полностью переодеть, что бы ты на него надел? Смирительную рубашку. Смирительную рубашку. Я не могу молиться. Я думаю, вам знаком этот человек. Более тянет. Это кто? Это Николай Тищенко. Скажите, Ирина, я понимаю, что он ваш начальник, но тем не менее, вам нравится этот лук? Мне нравится этот лук. Куда можно в таком виде пойти? Ну, сейчас же нет никаких правил, нет расходов. Можно одеваться куда угодно, как хочешь. В ресторан Коин можно прийти в таком виде без проблем, да? На свидание с девушкой можно прийти в таком виде? С женой, Николай Николаевич, думаю, можно и в этом. Как бы вы назвали этот стиль? Ну, для меня все-таки это ближе. Рэп, это какой-то американский стайл. Ганс-то, может, нет? Ну, что-то близко какая-то. Бажена, знаешь этого человека? Знаю. Кто это? Тищенко Микола. Нравится тебе? Да. Вышла бы за него замуж. Да, конечно. Он занят, я тебе хочу сказать. Жаль. Как думаешь, вот сколько сейчас стоят вещи, которые на нем надеты? Это дорогие вещи или дешевые? Думаю, дорогие, але сколько не скажу, не знаю. Ну, дорогие для тебя это сколько? Деколька тысяч, мабуть. Гривен, долларов? Гривень. Ну, на доллары бы не сказала. Как думаешь, сколько обувь его стоит? Тысяч пять гривень. Тысячу долларов они стоят, кстати, хочу тебе сказать, да. Как бы ты хотела его одеть? И так, Арна. А раздеть бы хотела? Да. Молодец. Слушай, ну, и еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, вот если бы к тебе подошел мужчина, который так одетый, захотел бы с тобой познакомиться, ты бы ему сказала да или сказала, иди гуляй лесу? Сказала бы да. Вот так вот мы по косточкам разобрали Николая Тищенко и узнали у него шо почем. Теперь мы знаем о доходах модного киевского ресторатора. И не только мы, но и налоговая. Ребята, если вы хотите получить подарок от Радио Люкс ФМ и от меня лично, то отвечайте на вопрос, сколько Николаю не жалко денег на хорошие часы. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос, получит приз. Люкс ФМ представляет.